Христос воскресе Значит, речь шла о том, что Христос явился миру в своем теле. Произошло реальное воскресение физического тела. Какое же отношение имеет воскресение Спасителя к нам? Непосредственное и прямое. Как говорит апостол Павел, Господь Христос Спаситель первенец из умерших. Он явил нам новое небо и новую землю, новую природу в своей воскресшей личности. Мы должны помнить, что воскресение – это не просто жизнь нашего Духа после смерти. Воскресение – это новое небо и новая земля. Это снова жизнь в теле. Господь Иисус Христос явил миру эту реальность. Вера в воскресение человека с душою и телом открывает захватывающую перспективу. Ведь никто не может понять, что такое рай, что такое ад. Мы не знаем, что это. Но факт воскресения Христа во плоти дает нам параметры нового неба и новой земли. Это новая жизнь, у которой не будет конца. И мы в этом новом теле будем теми же самыми. Не другой человек, тот же самый человек. В этом тайна бытия, которая не была открыта нам в полной мере до воскресения Христова. Воскресение Спасителя дает реальную картину будущей жизни, где каждый человек продолжит развивать свои способности, возможности. Он будет творить, будет жить, будет иметь любовь, сердце и радость, потому что рядом с ним будет источник любви и радости сам Бог. Вот почему апостолы с радостью пошли в Иерусалим, воспевая и хваля Бога. Вот почему с таким мужеством они выступили на путь проповеди. Потому что перспектива этой вечной жизни с Богом в воскресшем теле изгоняла всякий страх перед любой опасностью. Поэтому Пасха Христова открывает нам славу Божию и славу вечной жизни через воскресение Иисуса Христа, Сына Божьего и Сына Человеческого. Что происходит после воскресения? Последние слова Спасителя, обращенные к ученикам и ко всем нам, говорят. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Учай их всему тому, чему Я научил вас». Христос победил дьявола. Значит, не существует непреодолимого влечения этого мира к миру зла. Нет тотального господства дьявола над миром. Он борется, он пытается расширить пространство своей темной власти, в том числе за счет нас. Потому что каждый, стоящий на сторону зла и неправды, становится частью этого лукавого мира. Но Христу принадлежит власть над этим миром. И это открывает возможность каждому из нас быть вместе со Христом. Умножая и укрепляя Царство Света, несмотря на присутствие тьмы в этом физическом и историческом мире. Дорогие кузбассовцы и соотечественники! Воскресенье заряет нам светом вечной надежды. Оно является началом спасительной победы над злом и всеми последствиями греха. Пусть же эта радость и эта надежда войдут сегодня в каждое сердце, делая его открытым истине и добром. Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok